Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем снимать обзоры. Вы на канале Белозеров. Сейчас большинство людей снимают свои видео-влоги на смартфон. В смартфонах есть стабилизация, но она все еще не дает той картинки, да и не все смартфоны оснащены хорошей стабилизацией. Сегодня мы посмотрим новинку от компании Hohem, модель iSteady с приставочкой X. Это, ребят, крошечный, карманный стабилизатор, маленького размера, весом всего 249 граммов, но с большими возможностями. И вот в таком вот компактном варианте, без проблем помещается даже в карман ваших штанов, в сумке много места не займет, да и всегда может быть у вас, так сказать, в прямом смысле слова, под рукой. На что он способен, что вообще можно получить в таком вот карманном варианте, будет ли он стабилизировать видео, поснимаем, разберемся и расскажу вам про него модель Hohem iSteady с приставкой X. Поехали! Сразу вас обрадую, друзья, даже на старте продаж этот стабилизатор попал в сегмент ультрадешевых, так как ценник не превышает 80 долларов. Если покупать на Алиэкспресс с купоном новичка, то цена будет примерно 75, что считаю вполне отличным вариантом за стаб, если, конечно, он будет работать нормально. Это мы и проверим. В комплекте за эту цену мы получаем помимо самого геймбола, чем ряк с регулировкой, кабель для зарядки современной удобной Type-C, это хорошо, плюс. Также тканевый чехол из бархатистой ткани. Есть даже тринога, компактная, с резиновыми упорами и про инструкцию не забыли. Несмотря на бюджет, я бы не сказал, что стаб собран и изготовлен из плохих материалов. Вполне себе все отлично, ничего не люфтит, ничего не болтается и даже в руках не скрипит ручка. Держать удобно, помещается в руку цилиндрическая форма нормально. Все органы управления сориентированы под большой палец. Сбоку порт Type-C для зарядки встроенного аккумулятора, также отверстие для динамика. С обратной стороны подпружинный рычаг для регулировки зума на смартфоне и создания доли зум-эффекта. С передней части три индикатора уровня заряда аккумулятора. Микродиод, сигнализирующий о подключении состояния Bluetooth-соединения. Ниже расположился удобный джойстик с утопленной насечкой, а под ним две кнопки. Одна запускает видео и делает фото, вторая включает-отключает стаб, а также переводит смартфон из горизонтальной съемки в вертикальной для социальных сетей, Инстаграма, ТикТока и так далее. В собранном виде это реально компактное устройство, которое не то что в столе много места не займет или где-то дома на полке, но и реально даже в карман спрятать можно. Его вес заявлен 249 граммов. Смартфоны помещаются в зажимную площадку от 58 до 89 миллиметров и весом до 280 граммов. Аккумулятор на борту 2000 мАч заряжается полностью за 2 часа, а время съемки составляет 8 часов, что тоже можно считать отличным показателем для таких компактных размеров. 8 часов к ряду мало людей конечно будут снимать, поэтому если даже использовать по часу в день, то заряда хватит на неделю. Еще фишка все три оси здесь блокируется, что дает возможность использовать в стапках штатив при помощи комплектной треноги. Для подключения и полноценного использования нужно скачать приложение из плеймаркета или аппстор. Так как у меня дорелизная версия продукта, то не все функции работают, как минимум в доле зум. Китайцы такие китайцы, любят стрельнуть, а потом лепить пулю уже в полете. На этом все хорошее у нас и заканчивается. Проводим тесты, пробуем со средним смартфоном, это у меня будет Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Для начала без стабилизации, ходьба и пробежка. Теперь достаем из кармана стаб, за несколько секунд переводим его в боевую готовность и пробуем со стабом без каких-либо настроек. Картинка, конечно, лучше, лучше точно, тут спору нет, но далека от идеала точно. Я много общался с производителем, сказали, что все поправят с новыми прошивками, но на момент записи видео тишина, а прошивка у меня 1.01. По эффектам доли зум в андроид приложение не работает, как я сказал, только на айфоне. Тоже сказали, что приложение для андрюшки в тестовом режиме находится и вообще не хотели, чтобы я показывал, а тестил с яблочной продукцией, типа там все отлично, все ок. Но яблок у меня нет и покупать или брать у кого-то желание тоже нет. Ну так вот, головокружительные эффекты делать можно, конечно, но то ли руки у меня кривые, то ли не все так гладко и красиво получается. При желании, конечно, можно постараться и с телефоном, какая бы там ни была стабилизация, такое провернуть вряд ли получится, как со стабом. В режиме селфи переворачивается по нажатию одной кнопки. В таком варианте, как мне кажется, уже лучше ведется съемка. Можно или смартфон перевернуть в крепление, или просто снимать так, как делал я. Есть еще режим головокружения под названием сломай шея. Работает, но насколько нам нужны такие эффекты в жизни, я даже не знаю. Вроде как поставили цену хорошую на презентации и в рекламном ролике все красиво рассказывали, показывали, мне прислали до релиза и в итоге получилось такое сырое устройство. Возможно, конечно, с прошивкой все пофиксят, поправят и обновят приложение для смартфона на OS Android. И тогда стаб заживет новыми красками, но пока имеем то, что имеем. Я в очередной раз от вас ничего не скрываю, друзья. Говорю, как есть, хотя и производителю это не понравится точно. Ждем прошивки, ждем удешевления других стабов от других производителей и повышения самого главного – стабилизации видео. На сегодня все, друзья. Что вы думаете по поводу таких стабилизаторов? Пишите свои мысли в комментариях. Возможно, там уже есть ответы на ваши вопросы. Задавайте, стараюсь все читать. И, конечно, может быть, у вас есть какие-то замечания, есть пожелания. Я смотрю, что выпускают много моделей, совершенствуется что-то. Но, тем не менее, какие-то недостатки все же остаются и имеют место быть. Надеюсь, в будущем будет все это устраняться, будут совершенствоваться. Но тенденция такая, что стабилизаторы все равно еще существуют, несмотря на то, что в смартфонах уже плюс-минус есть хорошие варианты со стабилизацией. Спасибо, ребят, за внимание. Увидимся очень скоро. Новый ролик я для вас уже готовлю. Будет интересно. Не пропусти. Новый ролик я для вас. Новый ролик я для вас.